Дамы и господа, объявляется срочная посадка на Озон. На Озоне вы можете приобрести книгу Владимира Вечного, а то он всё это говно никак не может распродать. Володя в своём репертуаре, блин. Кликай на Озон. Бля, я это видео в своё время забраковал и не стал брать на обзор, потому что побоялся, что Ютуб сагрится на детей. Мамашка едет, ребёнка оставила. Главное, про ребёнка забыл. А, двух детей. Блядь, ну это на самом деле просто, когда ты идёшь закутанный в шубе, катишь эти санки, просто человек не заметил. Ну так бывает иногда, ну что тут поделаешь. Это на самом деле как бы не то, что халатность, просто неудобный, несчастный случай произошёл, можно сказать. Хорошо, что машины ехали небыстро, поэтому гонять зимой и нельзя, потому что может произойти вот такая вот херня. Добрый день, дамы и господа, и с вами ваша любимейшая рубрика. О, знакомый футаж! Когда-то я его даже, кстати, такой футаж использовал для картинок. Знакомый, знакомый футаж. Три дебоширы решают вопросики. С вами я, Пикачу, который наконец-то повернулся лицом. Вы аплодируете ему прямо в комментариях по этому поводу. Рукоплескаете этой звезде для того, чтобы он больше никогда никуда не ушёл. И... Нет, я курю только Айкос, но я пытаюсь от него его курить меньше и бросить вообще, но не могу, силы воли не хватает. Лама. Ну, ламу вы помните. Часто здесь сидит, что называется. В начале ролика вы посмотрели зарисовку с видеорегистратора. Так, я с вашего позвали. Мне неинтересно смотреть такие ролики, я сейчас объясню почему. Когда, понимаете, мы снимаем примерно похожие ролики, просто с разной подачи. И, зная эту кухню изнутри, не так интересно всё это смотреть. Потому что эти ролики я сам все уже сто раз видел и так далее. И поэтому... Как это называется? Мне просто бывает неинтересно смотреть, при всём уважении к Володе. Вроде он парень неплохой, как бы, я его знаю только с хорошей стороны. Ну, лично, как бы, прям вот так вот за руку не знаком. Но общались, да и сейчас общаемся, в принципе. Последнее время, конечно, редко, в основном только по работе. Вот, но я его знаю, по крайней мере, только с хорошей стороны, как бы. Парень, он неплохой. Я бы даже сказал, хороший человек. Но мне неинтересно смотреть ролики не потому, что я плохо отношусь к Володе Вечному. Абсолютно нет ни в коем разе. Он хороший парень, я его уважаю как человека, знаю только исключительно с хорошей стороны. Ничего плохого о нём вообще сказать не могу. Просто неинтересно смотреть, когда ты знаешь кухню изнутри. Вот так же, даже Реал Пеппер, вот мы с Реал Пеппером, как бы, вроде, более-менее тесно дружим, да, каналами. Но мне неинтересно смотреть его ролики не потому, что Реал Пеппер плохой или скучный, а потому что, блядь, ну я сам делаю такие же ролики. Ну, я себя же тоже не смотрю, свои же ролики, потому что мне себя смотреть же неинтересно. Я это уже видел, пока делал. Также неинтересно смотреть других похожих блогеров, потому что, да, подача плюс-минус там отличается, но в целом всё одно и то же. Я это знаю и так. Я всё это видел. Я бы писал сценарий, написал бы его точно так же. Поэтому это бывает немного неинтересно смотреть. Это все равно, что вот если ты музыкант, профессионал, то тебе неинтересно слушать русскую попсу, потому что она слишком предсказуемая, скажем так, равно как в целом неинтересно все то, что является, понимаете, для вас YouTube это все-таки развлечение, вы сюда приходите отдохнуть, почилить, посмотреть интересные видосики, пообщаться и так далее. Для нас YouTube это не просто место развлечения, но еще и работа, и мы заебываемся так с этими роликами YouTube, что нам нахуй вообще этот YouTube не нужен, я вот реально, я уже забыл, когда я последний раз смотрел что-то на YouTube чисто, чтобы развлечься, я реально смотрю YouTube в основном только, когда мне что-то надо там с машиной узнать, поковыряться или что-то, короче, надо узнать, какой-то видеоурок, ну максимум могу там, нет-нет, иногда залипнуть в какие-то документалки и так далее, но конкретно смотреть блогеров, то, чем они живут, что они рассказывают, мне уже неинтересно давным-давно, потому что я знаю кухню изнутри, меня это как бы уже не впечатляет, что ли, я не знаю, как это правильно сказать. Короче, если бы вы работали в магазине обуви, то последнее, что вас бы интересовало, это журнал «Мир обуви», потому что вам бы эта обувь снилась бы, блядь, по ночам, вам бы она нахуй была бы не нужна. Вот это примерно то же самое. Автомобили, где мамаша в попытках перебежать дорогу поскорее, явно видя, что едет машина, решила оставить своих вывалившихся детишек прямо на дороге, спохватилась она только добежат до безопасности. Ой, не, ну тут неправда, она не решила их оставить, она их просто потеряла, не заметила, как дети выпали, потому что, когда ты идешь зимой по скользкой дороге, весь закутанный в шапку и в капюшон, и катишь за собой эти санки, непонятно, на льду непонятно, сколько они весят, запросто... В чем прикол? Вот ты тянешь санки на льду с детьми. Пока ты их тянешь, ты чувствуешь вес. Если ты чуть-чуть быстрее пойдешь, а потом пойдешь медленнее, как мы увидели на видео, то есть, блядь, я сейчас объясню, как это произошло. Это может случиться с каждым. Вот идет мама. Мама красивая, называется паяльный пинцет. И вот ее маленький ребенок, паяльный пинцет поменьше, едет на санках за ней. Вот мама катит санки. Пока она делает это с усилием, она чувствует вес на санках. Затем мама выходит на дорогу и начинает дорогу резко перебегать. Соответственно, ускоряется и ускоряются за ней и санки. Перебегая через дорогу, мама перейдет дорогу чуть раньше и начнет идти медленнее, а санки останутся двигаться с той же скоростью, с которой их тянули изначально. Соответственно, они будут катиться быстрее, чем теперь уже мама идет по дороге. И таким образом веревка в ее руках ослабевает. И она таким образом не чувствует, есть ли по-прежнему в санках вес или нет, а не катится по льду. Это естественный процесс. И естественно, пока она дошла до конца дороги, а санки катились, дети повыпадали, она просто не оборачивалась и даже не знала, что дети упали. И санки просто катились сзади сами. Она, как только она, видимо, пошла дальше, начала дергать и почувствовала, что санки полегчали, она развернулась, прибежала и своего ребенка забрала. Это бывает у всех, это просто нельзя с маленькими детьми катать санки на веревке за собой. Нужно катать санки впереди. Для этого сейчас на всех санках есть впереди ручки. Взял и потащил, потому что ты закутанный в капюшоне идешь по скользкой дороге. Она просто их проворонила, она не решила их там оставить, а просто прозевала этот момент, не заметила, как дети выпали. И потом просто прибежала. Ну, такое может случиться с каждым. Это просто банальная, как бы, неаккуратность, банальная невнимательность. Вот и все. Вот он, инстинкт самосохранения в действии. Вот оно, наплевательское отношение к собственным детям в опасных местах. Ну, а, собственно говоря, чего мы хотели? Ведь с детства мы перебегаем дороги в неположенных местах прямо перед машинами, а потом у нас появляются дети и... Дети? И что? Однако, ближе к делу. Хотя, подождите-ка. Перед началом ролика напоминаю, как важно ставить лайки, писать свои комментарии. И вот маленькой, которой кроме половиночки супа и стакана молочка в день больше ничего не надо. Платят пенсию от 20 тысяч, а матерям в дегрете от полтора до трех лет государство не платит ни копейки. Хотя им надо столько много всего и вкусняшек, и лекарств дорогущих. А если, не дай бог, заболеет и... А все просто, потому что бабуля доживает, а ребенок только начинает жить. И с точки зрения государства бабуля уже выработанная деталька. А ребенок это как раз то, во что сейчас государство будет инвестировать, чтобы в дальнейшем этот ребенок вырос и начал работать во благо государства. И приносить прибыль экономике и другим отраслям. Поэтому на детей всегда выделяется всего больше, чем на стариков. Потому что у стариков вообще-то было время, чтобы нажить себе на старость. Другой вопрос, конечно, в нашей стране скопить денег на счастливую старость крайне сложно, но тем не менее. Старик прожил жизнь как минимум, а ребенок еще не прожил жизнь. И поэтому он еще как бы не повинен в том, что он живет в малогабаритной квартире и с маленькой пенсией. А старик, хоть он и являлся, скажем так, узником режима в свое время, но тем не менее старик прожил жизнь. И то, как он ее прожил, является его старость. Но на самом деле, посмотрите на... Вот вообще старики и дети, то как обращают... Дробышевский, кстати, кто смотрел, мою новую рубрику жирно рекомендует в сообществе, где я рекомендую всякие документалки, интересные видосики. Вот там как раз я недавно постил рекомендацию с лекцией Дробышевского, который... Дробышевский это антрополог. Он ведет довольно интересные лекции, доступным языком объясняет. Вот он, кстати, умную вещь говорил, что посмотрите в любом обществе. В первую очередь нужно смотреть на стариков и детей. Как к ним в этом обществе обращаются. То есть, чем больше стариков и хорошо живущих в обществе, тем это общество здоровее и лучше. Это показывает, что, значит, в этом обществе, если старики в нем живут хорошо, значит, собственно, само общество живет хорошо. А если поехать в какую-то там бедную страну, там вроде бы как все классно, все молодые, здоровые, накачанные, подтянутые, а стариков совсем нет. И создается ощущение, что, ой, вот оно здоровое, хорошее общество, болезней нет, в поликлинике никого нет, все здоровые, все мускулистые. Но средняя продолжительность жизни гораздо меньше, поэтому стариков и нет. Возможно, потому что к старикам плохо относятся. Не в тех условиях они доживают свою старость. Поэтому старики, если вы хотите понять, как живет общество в вашей стране, насколько оно живет обеспечено и богато, смотрите на ее стариков. Старики – это такая лакмусовая бумажка. Это индикатор качества жизни населения в той или иной стране. Страна, где старики живут припевающе, лучшая будет априори, в принципе, потому что там общество будет жить в более хороших условиях. И если мы сейчас видим, как живут наши старики, знайте, что мы живем именно так. Как наши старики себя чувствуют, значит, такое благополучие в целом в нашем обществе. И если наши старики сегодня получают маленькую пенсию, недоедают, не могут себе позволить отпуск автомобилей, заводы и пароходы, то, скорее всего, и нас, подавляющее большинство, наша старость будет тоже такая же. Потому что наше общество, вот по старикам можно посмотреть, как, где, в какой стране люди живут. Страны, где старики путешествуют по другим странам, отдыхают в барах, пользуются айфонами, катаются на самокатах и имеют великолепную медицину и живут там гораздо дольше, чем в России, например, они явно будут более развиты. Я лично обычно именно по старикам, по пенсионерам определяю уровень жизни в стране. Чем больше пенсионеров в стране и чем лучше они себя чувствуют и живут, чем больше счастливых пенсионеров, тем здоровее общество и явно лучшее положение дел в стране. Можно что угодно говорить по телевизору, показывать какие угодно достижения. Если в этой стране пенсионеры живут плохо, если старики живут мало, значит страна не справляется пока что. И так было, есть и будет всегда. Ну, патриоты не любят это. Потому что патриоты это не любят, потому что 90% стран на самом деле попадают под категорию херовой жизни стариков. И они как бы, они это, для них это как удар ниже пояса. Потому что именно, вот как повторюсь, жизнь стариков идеально показывает реальную жизнь в стране. Потому что пока ты молод, у тебя может быть все. Там крутая работа, деньги, машина, там телки, тачки, отдых золотые, цацки и так далее. Айфон там, самая последняя модель. Потому что ты пока еще работаешь, ты молодой, ты можешь себе это позволить купить в кредит, не кредит и так далее. Поэтому, когда вы слышите, как Вата кричит, что вы посмотрите, сколько вон иномарок ездит по улицам у нас, мы все заебись живем. Всегда помните то, что на иномарках ездят в основном люди, которые работающие. То есть люди, которые могут себе обеспечить, пока они работают, трудятся. Они могут взять кредиты, ипотеки и так далее. А пенсионеров на иномарках вы не встретите у нас в стране. По крайней мере их будет очень мало. И вот это уже яркий показатель реальной жизни в стране. По пенсионерам можно смотреть, насколько странно. В Швецию я приехал, там видно было, как живут менсионеры. Они хорошо одеты, они ходят в бары и рестораны, они пользуются айфонами. И по ним видно, что они опрятные, ухоженные. И видно, что они живут в хороших, богатых квартирах. И у них явно есть деньги. И у них явно беззаботная старость. По крайней мере у большинства, они во всяком случае не нуждаются в первичных потребностях. Типа еды, одежды, тепла и прочего. Когда как наши бабушки абсолютно в каждом провинциальном городе можно найти пятачок, где бабушки продают стельки, закрутки свои, еще что-то. И наши старики почему-то все ходят в советской одежде. Вы когда-нибудь обращали внимание? Наши бабушки и дедушки, они все ходят в советской одежде. И получают пенсию, с которой откладывают себе нагропы, питаются только крупами и так далее. И это вот великолепный показатель. Ну правда, тут стоит еще, конечно, делать поблажки и поправки в отношении того, что, например, люди, которые сегодня являются стариками, это люди, которые несут в себе, так скажем, много пережитков прошлого, и они видели дефицит, голод, некоторые видели и войну и так далее. Поэтому они запасливые, поэтому они не тратятся, поэтому они не привыкли жить на широкую ногу, они тратят мало, копят деньги, потому что боятся, что в любой момент может быть что угодно. Инфляция, дефициты, война, что хочешь. Вот, поэтому, конечно, нельзя прям совсем объективно судить, потому что есть пенсионеры, у которых денег довольно много, но они живут очень скромно, по привычке. Но все-таки, подавляющее большинство пенсионеров живет бедно. И это великолепный показатель реального уровня бедности в стране. Так как очень быстро растут дети, и, конечно же, нужны игрушки. В детские садики, видите ли, очередь прозрачная, раньше времени не возьмут, поэтому о работе не может быть, и речи. Папочки заживаются. Вот у меня тоже вопрос такой всегда насчет детских садов. Я всю жизнь помню вот эту херню, что в детский сад нужно стоять в очереди, хер устроишь ребенка в детский сад и так далее. А зачем тогда продолжаются строиться церкви, если в стране не хватает детских садов? Почему бы не бросить, скажем так, эти силы на то, что сейчас необходимо? Я не против церквей, не против религии. Я не к тому говорю, что снесите церкви, построите детские сады. Деньги, которые идут на строительство очередных храмов, а храмов хватает, в стране их полно. Их ни в коем случае нельзя сносить. Я считаю, наоборот, там храмы нужно убрать, у них все заборы, нужно сделать там зоны отдыха, скверики, чтобы молодежь, так сказать, туда приходила, отдыхала, занималась образованием и попутно знакомилась с культурой своей страны и с религией, как, скажем так, для самообразования тоже полезно. Потому что ограждать людей от религии, либо навязывать это глупо, потому что какая-то часть людей в любом случае будет верить там, достаточно образованная часть, которая там владеет некими науками и так далее, которая увлекается, а сегодня это популярно, все-таки будут атеистами, неважно, будут уроки там в религии или не будут. Я к тому, что деньги, которые выделяются сегодня на строительство храмов, можно было бы потратить на более благое дело и потратить их на строительство, например, детских садов, пусть даже под эгидой церкви. Мне кажется, тут выигрыши были бы все. И попы, которые прям с самых малых лет получали бы себе свежую кровь на воспитание, и родители, которые не парились бы насчет, скажем так, насчет того, куда девать ребенка, пока ты работаешь. Как, например, в Англии, там огромное количество школ принадлежат церкви. Люди даже, я смотрел документалку с Ричардом Докинзом, где он рассказывал о том, что многие родители вынужденно ходят в церковь по воскресеньям, завязывают теплые отношения со святыми отцами, чтобы протолкнуть своих детей в школу. Потому что большинство школ принадлежат церкви, то есть они как бы под покровительством церкви находятся. И то, насколько часто ты ходишь, то, насколько часто ты жертвуешь церкви, от этого зависит то, будет ли твой ребенок учиться в той или иной школе. Потому что тебе либо нужно возить ребенка на другой конец города, либо в другой район, в школу, которая независимая, да, либо школа в твоем районе, если она религиозная, то ты будешь вынужден ходить в церковь, чтобы твой ребенка взяли в эту школу. У нас можно было бы сделать то же самое, я не знаю, почему Путин до этого до сих пор не догадался. Это выигрыши были бы все, и новое огромное количество школ и детских садов, и при этом свежая кровь для попов, чтобы можно было воспитывать новое поколение. Не нервы и скандалы. В итоге папу спасает только алкоголь. Как быть? Как, как? Как жопая об косяк? Звездой в деревне, там огород, со своими грядками не пропадешь. Пикачу, ты очень груб. Нужно просто отнимать пенсию у бабок и раздавать родящим. Во-первых, никогда не завидовать бедным пенсионерам, которые мало того, что получают копейки, и вряд ли вообще какой-нибудь пенсионер, например, в Берске получает 20 тысяч рублей, если только он не супер-пупер-ветеран, который застрелил Гитлера, точнее, подсыпал яд Гитлеру и Еве Браун прямо им в бункер. Вот тогда, возможно, 20 тысяч рублей и есть. Во-вторых, бабушкам нужно такое количество лекарств, что сложно, в принципе, представить. Потому что органы немножко поизносились, и каждый из них нуждается в той или иной медикаментозной поддержке. Поэтому там таблеток на такую сумму, что пенсии, в принципе, не хватает. В-третьих, старость, черт возьми, не выбирают. Она приходит сама. А сказать, милый, только не сюда. И вот, возможно, вот так вот и что-нибудь, да? Ты могла сделать, но почему-то не сделала. Поэтому твой груз ответственности, твоя вина, твои проблемы. Молодая семья ждет третью девочку и нуждается в помощи во Владивостоке. Добрый день, это объявление меня попросила дать знакомая девушка Марина. Так как у нее дома нет ни интернета, ни компьютера. Небольшая предыстория. Эта семья снимает квартиру во Владивостоке. И узнав о третьей беременности, Марина решает сделать аборт. Надо же, у Марины есть мозги. Так как она посчитала, что с мужем не смогут прокормить и воспитать и одеть третьего ребенка. Но я ей посоветовала пожалеть ребенка и родить, ведь он ни в чем не виноват. И пройдя путь, барей... Да он еще, блядь, даже не родился. Как можно... Ой, меня всегда так выбешивала эта херня в отношении абортов. Когда уже, блин, раз и навсегда люди, наконец, дочитают, блядь, этот параграф биологии. Что плод, который еще не родился, в принципе, с живым считаться не может. Потому что, блядь, это такая чушь, что да, у него там уже что-то сформировано. Он там какой-то еще живой, но он еще не обладает, грубо говоря, сознанием. Это не то же самое, что убить живого человека, который уже осознает себя, имеет самосознание. Это все еще плод, который кормится за счет матери. Он пока еще представляет из себя самое настоящее... Илья! Самое настоящее растение. Небольшой донатик для поддержания нестанин. Спасибо большое! Спасибо за донатик! К 9-10 часам вечера стрим будет идти. Кто еще покидает донатики? Да, он еще живой. Он... У него там еще... У него уже бьются там... Имеется какое-то там кровообращение и так далее. Он, в принципе, представляет из себя уже живое существо. Но не такое живое и осознанное существо, как взрослый человек. Поэтому убить взрослого человека негуманно. А убить плод, который еще себя не осознает даже как... Не то, что как личность, а как нечто живое, в принципе. Это... Он... На этой стадии представляет из себя больше орган человеческий, чем, в принципе, человека. Это то же самое, что... Блядь, твоя раковая опухоль тоже, по сути, живая. Но ты же ее вырезаешь? Какого хуя? Это же тоже живая. Живые клетки. Почему бы не оставлять тогда раковые опухоли? Их же жалко. Они миллионами ежегодно умирают от проклятой химиотерапии. Давайте оставлять раковых больных. Пускай рак расплетается полностью по всему организму у людей. Ведь рак живой, его жалко. Это, блядь, такая чушь просто. Блядь, клещ тебе присосался, он же тоже живой. Не надо его выдавливать. Пускай он на тебе сосет, сосет с тебя кровь, пока ты не сдохнешь от какой-нибудь заразы там или от лихорадки. Ну нет, сука, им вбили в голову, что вот все, как только ты залетела, все, ни в коем случае нельзя делать ни аборт, ничего. Потому что там уже там все, он там уже живой. У него там уже, видимо, есть карьера и так далее и тому подобное. Но на самом деле, с точки зрения биологии, это оно живое, но оно настолько же живое, насколько жив баклажан на грядке. Примерно столько же в нем живого. То есть это живое существо, но еще не самоосознанное. А значит, убить его в каком-то смысле будет все еще гуманно. Вот не гуманно будет новорожденного убить, это я согласен. Или когда там уже какая-то там стадия беременности, когда уже полноценный человек сформирован, грубо говоря. Это уже, можно сказать, негуманно. А если говорить о вот этом вот зародыше плода, который там присосан к пуповине, плавает в животе, я не вижу ничего препятствующего сделать этот аборт. И причем многие об этом говорят, но в таком случае всякий раз, когда ты спускаешь там в унитаз, если ты занимаешься мастурбацией, ты по сути тоже занимаешься детоубийством. Потому что, ну сперматозоиды тоже же по сути живые. Сколько, подумайте, сколько миллионов детей не родилось из-за того, что там мужики спускают мимо. Или даже если ты, не люблю на эту тему говорить, но даже если ты спустил свою нужду, так сказать, в женщину, да, в свое семя, внедрил в женщину. Из там миллионов этих сперматозоидов только один доберется до матки. То есть по сути ты все равно занимаешься детоубийством, если так посудить. Это бред и абсурд просто религиозных фанатиков, которые почему-то вот перерос вот в это народное понимание, что если вдруг ты залетела, то аборт делать ни в коем случае нельзя. А то, что аборт может быть, этот самый, залет может быть какой угодно, может быть в неблагополучной семье, залет может быть от насильника, залет может быть нежелательным в конце концов. У людей есть свои планы, есть свои какие-то цели в жизни. Почему нужно на всем резко ставить крест, если вдруг случилась ситуация, когда появился незапланированный ребенок. Как раз таки обрести ребенка на муке, это дать родиться ребенку, которого никто не планировал и ребенку, который был нежеланным. Нежеланный ребенок будет всю жизнь испытывать на себе укорот родителей, которые будут в душе где-то внутри его ненавидеть за то, что они потратили лучшие годы своей жизни на человека, который сейчас вырос, да, ему там 14 лет и он тебя посылает нахуй. И ты понимаешь, что ты эти 14 лет своей жизни, ты просрал свою карьеру, все свои планы, не съездил, куда ты там мечтал, не построил свой дом, как ты хотел. Вместо этого ты вот вырастил вот это вот прыщавое нечто, которое не хочет теперь не учиться, ничем в жизни заниматься, ему на все насрать. И рождая детей, вот таких нежеланных детей в семьях, где не на что этих детей содержать, вы наоборот только делаете хуже, обрекая их на муки, потому что они будут жить и мучиться постоянной нищете, в нехватке средств и так далее и тому подобное. В каком-то смысле, не знаю, по мне так аборт в некоторых ситуациях бывает более гуманным решением, чем рожать. Она все же решилась рожать. Сейчас 6 месяцев беременности, теперь пришло время помочь этой семье. Очень нуждается в вещах, на новорожденную девочку, коляски, кроватки, пеленки, памперсы, пожалуйста, квартиру, ипотеку, подарите ей что угодно. Нет, это я уже от себя давал. Спасибо за понимание. Старшей дочери 13 лет, средней дочери 5 лет. И скоро родится спасенная от аборта ребеночек. Ура! Также старшей дочери... Спасенная от аборта, но не спасенная от нищеты. Вот в чем разница.